В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Состоялся очередной прием жителей в формате выездной администрации. Здесь работаем напрямую с управляющей компанией и с активистами домов. Глава Ленинского городского округа проверил строительство новых школ. У нас эти школы строятся для конкретных районов, поэтому здесь у нас будет такая шаговая доступность к школам. В муниципалитете продолжаются подготовительные мероприятия к новому осенне-зимнему сезону. Сам дом готовится, закрывается тепловой контур. Глава Ленинского городского округа Санислав Катаров совместно с заместителями и депутатами провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Подробности у Юлии Стаферовой. Как показала практика, открытый диалог в формате выездной администрации позволяет более детально разобраться в вопросах, которые волнуют жителей муниципалитета. Очередная такая встреча состоялась в поселке Бица на территории дошкольного отделения Бутовской школы номер один. В начале мероприятия заместители главы и муниципальные депутаты ответили на каждый вопрос от населения. Вопросы ЖКХ решаются, вопросы здравоохранения, образования, коммунальное хозяйство, комитет по имуществу, силовые структуры. Поэтому, в общем-то, круг вопросов очень большой. Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина, курирующая работу жилищно-коммунального хозяйства, рассказала, как удается решить вопросы, связанные с содержанием домов. Здесь работаем напрямую с управляющей компанией и с активистами домов, со старшими по домам, с советами домов, с председателями советов домов. Местный житель Александр Сачиков ранее обращался к заместителю главы муниципалитета Татьяне Каляминой по поводу вывоза бытовых отходов и благоустройства территории поселка Битца. Сейчас он видит результат работы представителей администрации. На наш вопрос ответили просто. Нам просто помогли, поставили контейнеры, которые мы очень долго просили. Плюс нам помогли с субботникам, помогли с зелеными насаждениями. Поэтому сегодня пришел Татьяна Калямина поблагодарить. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров напомнил присутствующим о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги и Юго-Восточной Хорды. Отметил, что в этом году на территории округа введут новые парковочные места. Также рассказал о проделанной работе в отрасли общественного транспорта. Здесь при такой очень плотной поддержке губернатора нам удалось уже получить на сегодняшний день 39 автобусов. И они уже запущены, работают. И еще 25 автобусов до конца года будет поставлено в Ленинский городской округ. 11 из них мы поставим на замену и 14 дополнительно поставим. Станислав Катаров внимательно слушал вопросы, которые ему задавали жители и давал на них четкие и ясные ответы. Вопрос по поводу поликлиники. Когда у нас будет ввод в эксплуатацию, что она из себя будет представлять? Будет это обслуживание по ОМС, либо коммерческая организация? В эксплуатацию до сентября он точно уже будет. Туда зайдет коммерческая организация. Но по ОМС предоставлять обслуживание будет. До конца года ввод они получат где-то до сентября. До конца года уже откроются и будут принимать. Все просьбы и предложения, озвученные на собрании, будут приняты и взяты на контроль профильными отделами администрации Ленинского городского округа. А встречи с населением в рамках выездной администрации продолжатся. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Возведение новых образовательных учреждений продолжается. К 1 сентября в муниципалитете откроются три школы, каждая из которых находится на завершающем этапе строительства. В ходе рабочей поездки глава Ленинского округа Станислав Катаров посетил все три объекта. Как проходит строительство новых школ в муниципалитете, лично оценил глава Ленинского округа Станислав Катаров. Вместе со своими заместителями, сотрудниками Министерства строительства и транспорта и представителями застройщика. Рабочий визит начался со школы, расположенной в микрорайоне Южная Бица. Сроки у нас до ввода эксплуатации уже остаются минимальные, то есть всего лишь два месяца. Поэтому сейчас мы, в основном все наши выездные мероприятия связаны с соцобъектом, именно школ детских садов. Эти школы, которые мы будем вводить в этом году на 1 сентября. Здесь возводится самая большая на сегодняшний день школа в Ленинском городском округе. Уже в приближающемся учебном году она откроет свои двери для 1550 детей. Образовательное учреждение возводится в рамках государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры. Школа готова на 68,5%. В принципе, у нас сейчас ведутся работы внутри помещения, сборка ТХ, сборка, соответственно, пищеблока. У нас 19.07 запланировано первоитоговое завершение строительства. И, соответственно, у нас все идет по плану. Следующим объектом для визита стала школа в селе Ермолино, рассчитанная на 1100 учеников. Строительство началось в марте 2023 года. На данный момент в здании идут работы по отделке. Общий строй сделан на 70% в среднем. Завершены работы по монолиту, по отделочным работам. Мы сейчас приступаем уже к завершающей стадии. Приступаем к обоустройству. Завершены кровельные работы, как могли видеть. И фасад полностью весь завершен. Школу на 1350 мест в рамках президентского нацпроекта образования и госпрограммы строительства объектов социальной инфраструктуры строят в жилом комплексе «Римский квартал» поселка Развилка. Началось строительство в августе 2021 года, когда в основании здания была заложена капсула времени. Комплексы посмотрели с учетом и коллег, и от Минстроя, и от Министерства транспорта по въездным путям, по, соответственно, организации дорожного движения, по тому, как будет у нас ощущение переход детей из одного здания в другой. У нас эти школы строятся для конкретных районов. Поэтому здесь у нас будет такая шаговая доступность к школам. Образование по-прежнему считается одним из важнейших направлений, за развитием которого следит глава Ленинского округа, оценивая качество работ на всех этапах строительства. Уже 88 лет сотрудники госавтоинспекции стоят на страже безопасности дорожного движения. 3 июля отмечается их профессиональный праздник. Наша съемочная группа присоединяется к поздравлениям. Всегда на посту 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в зной, в метель, в проливной дождь. Сотрудники госавтоинспекции стоят на страже безопасности российских дорог. Словно рыцари на белых железных конях, они стремятся сохранить жизнь участников дорожного движения, обеспечить их максимальную безопасность. Миссия благородная, нелегкая и многогранная. У нас также, как и раньше, осталось направление РЭО, регистрационно-экзаменационного подразделения, отделы технического надзора, дорожного надзора, исполнение адаптивного законодательства и основная ведущая служба, конечно, это ДПС, дорожно-патрульная служба, которую вы все всегда видите на дорогах. На сегодняшний день в госавтоинспекции Ленинского городского округа трудится 91 человек. Одни оказывают государственные услуги, другие обеспечивают спокойствие на дорогах. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Чекварева служит здесь уже почти 20 лет. Всю жизнь для нее премьером были офицеры, поэтому вопрос о профессии даже не стоял. Что хотелось бы этого? Приносить пользу нашим людям, защищать наших людей, ну и творить добро, потому что если детям правильно объяснить, как себя вести на дорогах, и когда тебя слышат и видят, и как можно меньше происходят беды на дороге, наверное, это наша заслуга всех сотрудников госавтоинспекции. Собранность, внимание, ответственность – все это о нынешних виновниках торжества, а еще доброжелательность к водителям и пешеходам. Они, в свою очередь, относятся к сотрудникам госавтоинспекции с уважением и благодарностью и отмечают высокую планку в работе ГАИ. На самом деле быстро все. Думаю, будет очень долго. Порядок на дорогах стал заметно, очень заметно. Прям есть прогресс. С праздником! Екатерина Коваленко, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 3 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. Сегодня у нас в гостях начальник госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о работе госавтоинспекции. Ну, госавтоинспекция, как во все времена, несет нелегкую службу, в основном на дороге, конечно. Но есть у нас подразделения, которые осуществляют помощь гражданам и в кабинетах. Это как регистрационное отделение, экзаменационное отделение, разбор ДТП, то есть принятие решений по протоколам, которые были вынесены инспекторами при несении службы на дорогах, а также службы технического надзора и дорожного надзора. Коллектив Ленинской госавтоинспекции, сколько это человек, полностью ли он укомплектован, исправляетесь ли с объемом работ? Да, конечно, у нас коллектив меняется, укомплектованность у нас полная, но в связи с тем, что большой прирост жителей, большой прирост транспортных средств, транзитных транспортных средств, хотелось бы, конечно, штата чуть побольше иметь, чтобы обхватить всех граждан наших, которые проживают и которые передвигаются по территории. Большую работу госавтоинспекция проводит в части пропаганды, в частности, вот мы регулярно снимаем рейды, это только малая часть вашей работы, расскажите, пожалуйста, подробнее, какие проводятся, сколько? Ну да, пропаганда – это основной вид деятельности, мы не только предупреждаем своим нахождением на дороге, но еще информируем и обучаем участников дорожного движения, начиная от детского возраста, заканчивая там взрослыми, правильному поведению на дорогах. Сейчас вот у нас большой пик – это средства индивидуальной мобильности. Самокаты, электрические самокаты, скутеры, велосипеды – все, на чем передвигаются как взрослые, так и дети в летний период времени. Насколько успешна эта работа, приносит ли она плоды по пропаганде? Ну, информированность участников дорожного движения, конечно, приносит большие плоды, то есть некоторые для себя узнают новые правила, то есть поведение, как им следует двигаться по проезжей части, если нету там тротуаров. Конечно, мы стараемся, прежде всего, снизить аварийность, а только после этого уже привлечь к ответственности каких-либо нарушителей. Большая работа, в том числе и с детьми, проводится регулярно и в школьное время, и в детских садах. Вот сейчас работают в Ленинском округе детские дневные лагеря. Знаю, что вы тоже там проводите уроки. Расскажите, пожалуйста. Да, в учебный период мы посещали школы и детские сады. Наши сотрудники осуществляли там пропаганду общения с детьми, о том, как они должны передвигаться внутри автомобиля, на улице, во время игры. Сейчас каникулярный период. Как вы уже отметили, работают в лагеря дневного пребывания. Наши сотрудники на постоянной основе туда приходят и также проводят беседы, общения в игровой форме, познавательной для детишек, чтобы им было понятно, удобно и интересно, прежде всего, получать те знания, которые передает инспектор госавтоинспекции. Анатолий Васильевич, поздравьте ваших коллег, свой коллектив с праздником. Хочу обратиться ко всем сотрудникам, ко всем ветеранам госавтоинспекции, кто проходил службу, кто несет сейчас службу в это нелегкое время. Всем пожелать здоровья, в первую очередь, терпения, здоровья близким, здоровья близким, ну и удачи в службе. Спасибо большое, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях начальник госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин. В муниципалитете продолжаются мероприятия к новому осенне-зимнему сезону. Подготовка к холодам – это не только испытания и ремонт тепловых сетей, которые лежат вдоль городских улиц. Летом обязательную проверку также проходят внутридомовые коммуникации. Что представляют собой эти процедуры и зачем они нужны, узнаем из нашего следующего материала. В микрорайоне Зеленой аллеи начались гидравлические испытания и химическая промывка теплообменников горячего водоснабжения. Такие мероприятия нужны для удаления из трубопроводов, ржавчины и других отложений, которые образуются в процессе эксплуатации за весь отопительный сезон. Мы производим это следующим образом. Включаем машинку и включаем циркуляцию. Потом через некоторое время, примерно 15-20 минут, мы переключаем направление потока, чтобы была более качественная промывка. Вся эта данная процедура занимает около трех часов. В нагретой воде в той или иной степени присутствуют разные химические соединения и все примеси остаются на стенках трубопроводов. Если систему отопления не промывать, то теплоотдача существенно уменьшается. Однако вся подготовка к осенне-зимнему периоду не сводится только к промывке труб. Достаточно много этапов, которые связаны не только с промывкой системы подготовки технического помещения ЭТП. Сам дом готовится, закрывается тепловой контур. Если где-то есть стекла разбиты, заменяем стекла, смотрим притворы дверей, все равно проводится косметический ремонт. По окончании каждого этапа составляется акт выполненных работ. Он прикладывается к общему паспорту готовности дома. Регулируют работу управляющие компании, администрация округа, государственная жилищная инспекция и, конечно же, сами жители. Самые активные приходят на проверку выполненных работ. В одном из домов мы по предварительной наговоренности жители согласовывали, они принимали участие у нас в промывке индивидуального теплового пункта. Мы показывали, рассказывали, как мы делаем, какие материалы используем, глухими и так далее. Все же не просто так. Все остались довольны. На официальном сайте администрации Ленинского городского округа размещен график отключения горячего водоснабжения на период плановых работ. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. В Дыдылдинском парке прошел семейный спортивный праздник «Мама, папа, я». Мероприятие было организовано активистами местного отделения «Движения первых» и сотрудниками территориального отдела «Видное 6-й микрорайон». Наблюдала за соревнованиями наша съемочная группа. Несмотря на жаркую погоду, самые энергичные жители 6-го микрорайона собрались в новом благоустроенном Дыдылдинском парке, чтобы принять участие в спортивном празднике. Ульяна и Андрей Кончиной вместе с дочкой Кирой пришли одними из первых. Мы периодически принимаем, мы в Москву ездим, очень интересно, задор, и сближает это, вот, и интерес спортивный. Муж с дочкой чаще участвует, то так как здесь семейный, мы увидели, думаем, рядом, чтобы не поучаствовать. Действительно классная зона отдыха, и мы бегаем, и на великах катаемся, и спортивные площадки, поэтому очень рады, что у нас рядом есть такое место. Стараемся вести спортивный образ жизни, вот, и на самом деле спасибо организаторам, что дают возможность поучаствовать, и побольше бы таких мероприятий, на самом деле, проводилось. Я занимаюсь гимнастикой, вот, я люблю, очень вообще люблю спорт. Спортивный праздник был организован активистами местного отделения движения первых и сотрудниками территориального отдела «Видное 6-й микрорайон». Мы начинаем, как бы, немножечко привлекать в этот парк именно жителей, не только как пешеходная, да, у нас зона такая красивая, их, чтобы увидели, оценили, ну и привлекать сюда на различные мероприятия, чтобы люди потихонечку уже начинали любить этот парк, ценить. Мы постарались придумать такие эстафеты, где могут принять участие и папы, и мамы, и дети, и командами, своими семьями, потому что это все-таки такое мероприятие для сплочения семей, и показать себя индивидуально, чтобы и папы смогли поучаствовать между собой, соревноваться, и мамы между собой, и детки между собой смогли соревноваться. Посетили спортивное состязание депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Начинаются мероприятия с привлечением всех жителей микрорайона, потому что, ну, эта роща, она изначально притягивала для отдыха, как зона отдыха для наших жителей. Эстафета, бег с препятствиями, конкурс отжиманий для папы, прыжки со скакалками для мам. А дети могли поучаствовать в творческом мастер-классе и нарисовать логотип своей команды. Своим энтузиазмом участники показали, что ничто не может помешать активно проводить время и наслаждаться спортом и летом. Многие признавались, было жарко, но очень весело. Победителям были вручены дипломы и памятные подарки. Наталья Буслаева, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok